Эй, привет, друг! Я Дима, а это мой канал Синдром Сметкина. И сейчас ты смотришь видос про мое самое дальнее и, скорее всего, самое красивое путешествие. Путешествие, которое могло закончиться очень плачевно. В эту поездку со мной отправился самый крутой попутчик на свете, чтобы помочь мне со съемкой и другими трудностями, ну и, конечно же, посмотреть красоты нашей страны, от Крайнего Севера до Каспийского моря. Со мной отправилась моя жена. Она у меня крайне стеснительна и не любит камер, поэтому в этой версии фильма она нам не покажется. Моя жена – это не единственная новинка в этом фильме. Также из новинок «Тут не будет матных слов», поэтому спокойно можете смотреть этот ролик всей семьей. О подобном путешествии у меня была только идея, и я бы не смог в него отправиться, если бы не ребята из Global Drive, которые помогли с ее осуществлением и дали мне на тест свой квадроцикл Charmex 620, идеально вписывающийся в этот формат. Кстати, для подписчиков они подготовили промокод со скидкой для покупки техники для активного отдыха. Я давно хотел увидеть Север в своих видосах, и за их пределами я часто пытался туда попасть. То не хватало сил, то менялись планы. Я хотел увидеть Териберку и Мурманск, постоять ногами на полуострове Рыбачий и увидеть табличку «Здесь начинается Россия». Не самая лучшая идея делать это в середине ноября, но другого времени у нас просто не было. В планах было найти Кольскую сверхглубокую, проехать по деревням Карелии, осмотреть водопады, древние поселения, проехать вдоль рек, насладиться озерами и перевалами, но с Севером шутки плохи, как и всегда, у него свои планы. Оттуда мы должны были проехать через Петербург и Москву и направиться на юг, Адыгея со своими красотами, Эльбрус, Преэльбрусья, Дорога Джиласу, Дагестан. Два слова, максимум Кавказа. Но, как и в случае с Севером, у Дагестана и Гравитации свои планы на твои планы. 14 дней, ровно столько и не больше у нас было на эту спринт-экспедицию. Не сложно посчитать, что даже если придерживаться маршрута и не съезжать в стороны, то наш минимальный путь получался 10-12 тысяч километров, то есть практически по тысяче километров в день. Напоминаю, что это ноябрь, светлело только в 8, а в полпятого уже темно. Непростая задача для арендованного фургона на механике и квадроцикла, который туго вогнали к нему взад, с запасом по полтора сантиметра с каждой стороны. Ох, как непросто было его каждый раз оттуда доставать, учитывая, что квадрик и фургон я впервые видел, да еще и в этой тачке совершенно не откидывались и без того неудобные сиденья с вертикальными спинками. В этой тюрьме мы должны были ежедневно проводить не менее 12 часов, сконцентрировавшись на дороге. Ну ладно, ветра нет и не холодно, уже хорошо, грех жаловаться. Ребят, пока я не убежал в своем рассказе совсем далеко, хочу вас попросить подписаться на этот канал, снимать такие ролики и монтировать их совсем непросто. 14 дней пути, много десятков часов на монтаж. 120 тысяч рублей аренда машины, более 40 тысяч рублей на топливо, минус один квадроцикл, но об этом чуть позднее, и целая куча стресс-факторов, жить без которых было бы куда спокойнее. Что стоит для тебя удовлетворить моей просьбой нажать на одну кнопку, а мне это прибавит плюс тысячи процентов к стимулу для новых путешествий и поиска и сил вдохновения на них. А ради подписки я даже готов подарить тебе свой потрясающий практически новый шлем, в котором я прокатился все это расстояние. Или совершенно новый комплект моей любимой термухи термира. Термуха нужного размера будет отправлена победителю. Выбор победителя пройдет в следующем же стриме на моем канале, и все, что тебе нужно для участия, это просто оставить комментарий под первой частью и написать, что ты больше хочешь, шлем или термобелье. Например, Дима, пожалуйста, я очень сильно хочу шлем. Или, Дима, мне так нужна термуха, отдай мне ее. И при помощи рандомайзера я выберу одного счастливчика. И да, заранее спасибо, я верю в тебя. Создание этого ролика не входило в мои планы, но черт, мне так сильно хотелось в красках рассказать тебе о том, что я видел и что испытал. Дважды я приступал к нему, но все стирал и удалял проект. Это слишком долго, это слишком трудно. Такой видос не нужен на моем канале. Он сделает только хуже алгоритмам. Он приведет только к отписке. Мой зритель не оценит его, тематика совершенно не моя. Не моя подача. Но, к сожалению, это все вообще не отговорки для творца. За две недели я проехал нашу страну по ширине с севера на юг. Я видел ее снаружи, с воды. Я видел контур нашего материка. Стоял в таких местах, где было ощущение, что если я упаду, то вывалюсь из карты и не смогу вернуться. За пару дней, сидя в машине и надавливая на газ, я сменил климат на 30 градусов. Я много где побывал в своей жизни. Но это, то, что я вижу сейчас, оно способно уничтожить все, что я когда-либо видел. Если у вас в жизни пока еще небольшой багаж увиденного, советую начать отсюда. Хотя, возможно, после этого вам все будет неинтересно. Мне кажется, достаточно подводок, и пора тебя погрузить в одну увлекательную историю. Я буду рассказывать тебе все простым и понятным языком с теми эмоциями, которые пока сохранились у меня после поездки. Стартанули в наше путешествие мы в Рязани. С кучей сумок и чемоданами сели в поезд, приехали в Москву. На вокзале нас забрал мой друг Валера, вручил нам шлемы с подшлемниками. Кстати, это у него свой магазин с мотоэкипировкой, и именно его шлем я разыгрываю. Если что, ссылка на него есть в описании. Переночевали, наутро взяли каршеринг, погрузили в него с собой в дорогу еду. Ну, знаете, такая семейная, очень вкусная еда для путешествий на машине. Ребят, это самое начало всей этой поездки, самый первый день. Я не представляю, во что я ввязываюсь. Никогда еще я не волновался, не боялся и не переживал настолько сильно за какую-то свою поездку. За день до этого я проиграл в споре с жене бутылочку нашего любимого вина. И поэтому мы заехали в магазин, чтобы купить его и выпить по бокалу на краю света. И погнали забирать фургон из аренды. Знаешь, найти такой фургон было совсем непросто. Ценник на них и без того немаленький, а для пробега по России на такое расстояние с безлимитным пробегом заплатить пришлось в два с половиной раза больше. А свободная была всего лишь одна модель, в которую хотя бы мог влезть квадрик. Но это всего лишь на теории. Перегрузив в него все вещи, настроив под себя сиденья и зеркала, прилепив присоски, воткнув все провода и, самое главное, протерев его изнутри, ну да, есть у меня такой пунктик, мы погнали через пол Москвы за квадриком. Я был очень удивлен масштабом магазина Global Drive, который увидел несколько этажей моторов и всего того, на чем я мечтал покататься как в жизни, так и в рамках своих роликов. Намытая техника так и выпрашивала меня раскошелиться и забрать домой хотя бы пару кроссовых мотов. Жмем руку с директором, смотрим квадрик Шармакс 620, слушаем элементарную инструкцию, ведь до этого я не сидел на четырехколесных мотоциклах, пытаемся грузить квадрик в машину и понимаем, что с водителем этот квадроцикл залезть в кузов физически не может. Либо кому-то нужно толкнуть сзади, либо водителю сложиться пополам. Внимание, спойлеры, я научился складываться. Но если бы при заезде мотоцикла я бы недостаточно пригнулся, у меня бы оторвало голову от рывка. А если бы при спуске съехали бы металлические подкаты, мне бы зажало спину и придавило бы голову об потолок фургона. Такие риски были каждую погрузку-выгрузку квадроцикла. Нас благословили в путь, и мы поехали. Загрузили квадрик, ставим первую точку в этом путешествии. В Териберке, которая называется «Конец всех дорог». 1998 километров. Один день, один час. Отъехав сотню километров, приборка тачки загорелась гирлянда и ошибок. Созвонившись с техникам из аренды, было принято решение ехать дальше и по YouTube-инструкции сбросить эти яркие значки. Алло, здрасте. Мы взяли у вас машину сегодня в аренду, и на ней сейчас вылез чек. Двигатель и ключик. Скорее всего, не был просто скинут межсервисный интервал. А так он сказал, что нужно завтра к ним подъехать. Туда, где брали машину в аренду. Из Мурманска. Из Мурманск. Но пока поедем с чеком. С гирляндой. Как студенты на вагах. В первый день мы хотели ехать до самого конца, пока силы не покинут. Но так, чтобы без фанатизма, чтобы не угробить себя и других. Был жуткий ливень, концентрация внимания зашкаливала. Приходилось ехать медленно, тщательно сканируя всю дорогу. А за стеной дождя видимость была пару десятков метров. А после вкусного ужина на коленках моя жена совсем отключилась, и у меня не было собеседника. Совсем забыл про то, как ведет себя тело по пути, когда долго куда-то едешь. Вышел из машины, чуть не упал. Ноги просто такие подкосились. Сегодня в пути мы уже вместе с каршерингом 9 часов. Я решил не рисковать, забронировал ближайшую гостиницу, хотел сделать сюрприз, разбудив ее у отеля. Но оказалось, что путь гостишки совсем непростой, и этот крюк по деревням в 100 километров. В первый день мы проехали около 400 километров вместо необходимой тысячи. Но это не самое страшное. Выехать из этого поселка можно только на пароме, и непонятно, когда он ходит, и есть ли на него очередь. На сон у нас ушло около 5 часов. Быстро собрались, поехали на паром, ура, он хотя бы существует. Первый день он всегда такой, в любом путешествии. Все очень долго. Перекладываешь все по сумкам, что ты ищешь, приходишь в себя, перенастраиваешься на новую задачность. Кстати, о пароме. Кажется, он был первым в моей жизни. Находиться с машиной, над водой, вполне необычно. Слегка покачивает, а понять, что ты перемещаешься, можно только, если поймать взглядом горизонт. Незаметно наш паром начал трогаться. В машине обязан находиться водитель, и нельзя находиться пассажира. Маник стоит, снимает. Что-то удаляет, там что-то не получается. Как плавненько мы идем. Интересное ощущение тишины и безмятежности. Место, где действительно хочется замереть и осмотреться. Следующие 40 километров дороги поселили в меня уверенность, что в кузове фургона не останется ничего живого от летающего квадрика и всех наших вещей, как и от наших органов. Они были словно в блендере. Остановка на перекусе, посмотреть, размотали ли мотоцикл в кузове 30 километров кочек. Тут нормально. Тут нормально. Нормально. Весь день в пути. За окном к привычному пейзажу добавлялся сантиметр снега. Потом два, потом три. Потом мест со снегом стало больше, чем мест без снега. Ищем на карте заправку, заезжаем туда и понимаем, что это просто грузовик, перевозящий топливо, и из него льется дизель. Другого варианта у нас не было. По трассе Кола заправки встречаются нечасто. Ну ладно, зато на 6 рублей с литра дешевле. Но итоговый ценник все равно мне показал, что дневной лимит топлива мы заложили совсем неправильно. Печалька. Заправили дизелем, надеюсь, не паленым. 4 тысячи 20 рублей. Дизель по 60 рублей. Единственный минус... Это не дизель. Я сломал крышку без зомбака. Наверное, я его начал закрывать, просто повернул, такой хрюсь. И как бы... Ну, то, чем затыкается бензобак, встал из бензобайки и вытащить его. Как-то... Почему-то клецо изменилось. О, смотри, за просходом на 1040 километров. Ну, не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Куртка пижона с Китай-города не очень здесь. Нет. Заночевать мы решили в Апатитах, сняли классическую гостиницу в центре города, не самую бюджетную, но выбора-то особо и не было. Да и поспать нам снова нужно было около пяти часов. Кстати, за эти две недели дольше мы нигде и не спали. И вот тут я словил страшнейший флешбек. Я перенесся в свое детство. Казалось, что этот отель намеренно застарили и сделали ремонт идеальной под советское время. Каждая деталь была из той эпохи. Цвет плитки, стекла в дверях, запах ванной, цвет ковра, постельное белье, унитазы с ванной. Ребята, это был театр с полным погружением. У моей жены чувства были совершенно другие. Моей романтикой она не прониклась, и в легком ужасе она засыпала в этой ледяной комнате. Утро. Заводим машину. Новый символ на приборке. Долейте масло. Готово. За этим простым словом стоит целая история по поиску масла. Паникой. Вдруг мы не то зальем. И кардинальное отличие экспертов о том, насколько важно или совсем не важно залить масло именно для дизелей. История длиною в несколько часов парой звонков из полдесятка объеханных заправок. И да, новая заправка. Я пребываю в легком шоке, потому что бюджет на заправку умножает себя в разы. А из бюджета выбивались не только заправки, но и отели. Ведь при старте в это путешествие наш бюджет на отели был равен нулю. Спать мы хотели только в машине и палатке. Спойлеры. В машине мы поспали только один раз и то потому, что не успевали к рассвету на Эльбрус. Сегодня мы должны были попасть в Мурманск и остановиться там. Но по пути я хотел заехать на перевал геологов и в еще пару мест. Кировск, село Варзуга, село Лавозеро и другие. Но первая выгрузка квадрика показала нам, что север это все-таки другое. Одному стоять попой кверху и доставать его на льду плохая идея. А по снегу, который высотой больше метра и он скрывает склоны, расщелинные камни. Оказывается, нужен был снегоход. Там, где нет ни троп, ни дорог, по рыхлому снегу ехать оказалось опасно и просто невозможно. Север, я уже почти оказался в тебе. Когда ты меня пустишь? Рассказав про всю ситуацию ребятам из Global Drive, они предложили приехать к ним и забрать под эту прогулку снегоход на ближайший магазин в Архангельске. И спрашивайте, сколько ехать из Мурманска в Архангельск. Разумеется, мы отказались от этой идеи и раз уж тема нашей поездки была 12 тысяч километров через всю Россию на машине с квадроциклом в кузове, то мы решили добить мою мечту и попасть в Мурманск. Да и жена уже так загорелась териберкой, что отказывать ей было просто опасно. Кажется, на севере какая-то мода не топить отели. Мы рискнули и взяли номер в совершенно новой гостишке без рейтинга и ни единого отзыва. И кажется, в этой потрясающей комнатушке мы были первыми. Ну что, а дальше логичное женское желание покушаться. Где мы? Мы в Мурманске. Что мы тут делаем? Мы пришли поесть. Куда мы пришли поесть? В ресторан Ундра. А что мы будем там кушать? Смотри, продукты, которые нам все посоветовали. Ерша или ежей. И сыр строчит. Я вот здесь с крабом интересный по голосу надменный хостел сказал то, что именно такой был звук. Вообще-то у нас здесь все занято всегда. Что все за неделю бронируют здесь места? Да-да, ты совершенно прав. Ни отель, ни ресторан. Это вообще не статья расходов в этом путешествии. Но что поделать? Девочка, жена, мать моего ребенка. Да и сам я понимал, что вкусный ужин в красивом месте это лучше магнитика на память. Время 3 утра, около 5 часов на сон, выезд в Териберку. Эти 150 километров от Мурманска до Териберки поразили нас. Ужас, отпечатанных в голову фактов про север, что ни в коем случае сюда нельзя соваться после августа, плюс темнота окружающей среды, серые пейзажи, невероятный холод и ветра, снег в бесконечной дали, заметенная, ничем не помеченная дорога, перевернутые пикапы, машины, улетевшие в сугробы. Кажется, что мы не доедем никогда. Этот короткий путь превратился из 3 часов в 5. Накидываем на карту достопримечательности, собираем их в кучу с историями моих друзей и едем мимо некоторых из них прямиком к корабельной экскурсии. У нас было около получаса для того, чтобы пробежать к водопадам через красивые пляжи, на что люди тратят обычно по полдня. Сейчас мы идем к самой дальней точке, которая у меня стояла. Это каменный пляж, озеро Батарейское. Оплатить на входе нужно 360 рублей за человека, если вы житель России, 720, если вы иностранец. Оплачивать только переводом, наличкой нельзя ни в коем случае. Потеряли на это, наверное, минут 7 из 60 доступных нам. И везде, везде, везде вокруг нас либо ярчайшее солнце, либо розовые и темно-оранжевые облака. Оу! Ахахах, офигеть! Музыка 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 Бегом летим к машине, все лицо покрыто инеем, пар и пот под курткой от холода мгновенно начали застывать. С опозданием и мольбой подождать нас мы врываемся на кораблик, ради которого и ехали сюда. Я хотел отплыть от нашего материка и посмотреть на нашу страну как бы снаружи. Я был уверен, что это сильное чувство приведет меня к новому толчку и перевороту. Ну а жена надеялась посмотреть на китов, но я понимал, что в это время года это просто туристическая замануха. Совет. Если есть хоть какое-то ощущение, что не переносите морскую болезнь, то даже не лезьте туда. Для жены это были, кажется, труднейшие два часа из жизни, не считая 12-часовых родов. Она не могла пошевелиться и смотрела только в горизонт, на сушу, пока я таскал ей конфетки капитана и иногда выбегал с камеры на уличную часть корабля, развлекаясь с фототехникой. В один момент меня накрыли сильнейшие чувства. Черт, за одними эмоциями я забыл, что тут должны быть другие. Это то, зачем я сюда ехал. Я вижу наш материк и нашу страну снаружи. Был бы я плоскоземельщиком, то я бы знатно, простите, обосрался от того, что сейчас мы упадем с края карты. Но, простите, обсирался я от другого. Волны были такие огромные и плавные, но факт этой плавности не отнимал у меня уверенности в том, что судно легко может сломаться пополам. Автомобили, самолеты, поезда выходят из строя и ломаются. А какая надежда должна быть на этот крошечный мотор, когда все в воде и в крайне ледяных условиях? Затем я словил свой привычный страх высоты, мой мозг убрал из-под корабля воду и заставлял меня представить высоту под ногами и полет вниз. Волны, черные, как лобовая тонировка в Дагестане, были выше крыши корабля, когда мы опускались вниз. Мне очень запомнилась какая-то бабушка, которая полпути сидела внутри, а потом вышла, села в самый угол, вцепилась в поручни и, кажется, чем-то наслаждалась, пока ее хлестала ледяная вода. Я позавидовал ее силе предплечий, раз она не выпадала с этого места и уверенно держалась в нем. На какое-то время меня посетили мысли, а вдруг у нее какие-то проблемы и она намеренно отправилась в такой своеобразный последний путь. Ну или как в том кино. Я не был на море. Ладно, не заливай. Ни разу не был на море. Не знал, что на небесах никуда без этого. Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как-то стало очень неспокойно. Если смотреть влево и вправо, то мы за некоторыми волнами скрываемся, мы становимся ниже некоторых и намного выше некоторых. Меня осенило то, что это конец географии. Это конец России. Нет, даже не так, это не конец России. Это конец нашего материка. То есть вон туда, в ту сторону, у меня за спиной только вода. Бесконечная вода. Простите, заболтался. Я хотел, чтобы хронометраж этого ролика был не более 59 минут. Все истории хотел описывать чуть литературным языком из серии «Это было красиво, тут понравилось, музыка, 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 вау, какие виды». Ладно, намеренно продолжу удлинять ролик с каждой новой минуты, уменьшая его шансы на то, что его увидит новый зритель. Кстати, дай обратную связь, «Как тебе такой формат?» «Может мне из каждой поездки собирать такой большой проект?» Срываемся из лодки, больше не можем терпеть, нам нужен туалет. Залетаем в первый попавшийся ресторан, тот самый, у которого стоит бутафорский скелет кита. Ребята, это моя личная рекомендация. Я просто поплыл. Деревянный интерьер, огромный камин, окна в пол, а за окном ледяной север. Настолько ледяной, что рука, держащая телефон, смогла находиться на улице 25 секунд. Затем сразу стадия агонии, боль, переходящая в ожог, и сразу они менее. Но этих 25 секунд на улице хватает, чтобы насладиться чернотой океанской воды. Да, в моей голове это именно океан. Для себя я представляю, что это воды океана. От этого мне становится как-то приятнее. 25 секунд хватает, чтобы ощутить, как мы малы и беззащитны. За видимостью воды в пару десятков метров может скрываться что угодно, а мы такие маленькие людишки бегаем по тоненькой полоске, что называем берегом, и думаем, что все познали и все обуздали. Я всегда представляю планету в мелком масштабе, что моря и океаны, они как маленькие лужи, а мы стоим прямо около них, играем на песке и почему-то чувствуем себя безопасно, даже не понимая, какая бездна впереди. Ну и с этими мыслями мы идем внутрь пить настойку из северных ягод, есть уху с крабами, котлеты из оленины, какие-то салаты с морепродуктами, крабами и треской. Да, тут крабы, как у нас крабовые палочки. Кстати, благодаря этому ресторану Териберка попала в мой топ-мест. Тот самый топ-мест, который я навсегда запомню и обязательно вернусь. Места, где хочется остаться на неделю или год, дописать книгу или поставить все на паузу, взять жену, дочь, автодом, врубить авиарежим и смотреть на бесконечность той самой лужи каждый день. Спасибо, ресторан! Запишу тебя в список очередных непредвиденных и крайне необходимых расходов в этой поездке. В 20 метрах от ресторана находится ферма оленей, мы отправились туда. Это следующий уровень психотерапии, покормить оленей. За 200 рублей можно купить ведерко с травой и вас пускают в загон, где можно их потрогать и погладить. Да, ничего не говорите мне. Чуть позднее я тоже осознал, что в течение одного часа я съел тартар из оленины, а потом смотрел ему в глаза. Мне было очень стыдно. Да. Мне было стыдно. Моя жена фанат заброшек, поэтому перед отъездом мы заскочили в ту самую известную заброшенную школу. Честно, в подвале было жутковато. Поздний выезд под темноте из Териберки, 4 часа и мы в Мурманске. Залетаем в магазин, закупаем еду в дорогу и нам нужно проехать больше двух тысяч километров, не останавливаясь на ночлег. Мы сильно выбились из плана. Обратный путь был непростым. Большое расстояние подбадривало то, что мы ехали. Это все равно элемент путешествия. Я знаю, что могу остановиться и потрогать дерево, которое у нас не растет. Увидеть цвет, текстуру камней, которых у нас нет. Вдохнуть вкусный воздух, который... Ну вы поняли. Две тысячи километров пришлось проглотить разом, не считая пары остановок по несколько часов на сон в машине. Но даже за обратный путь произошло кое-что интересное. Остановившись в туалет и растрясти ноги, я увидел идеальный черный цвет. Где? Везде. Обернувшись назад, я не увидел машины. Я понимаю, это звучит странно. На природе, вдали от городов, небо усыпано звездами и на улице светло от луны. Но не тут. Это была тотальная тьма. Не было даже видно контуру леса и макушек деревьев. Не было видно снега под ногами и даже своих рук. Я даже не понимал, стою я сейчас или упал, потому что взгляд не цеплялся абсолютно ни за что. За 15 минут не проехала ни одна машина. Можно было услышать процессы в своем организме. Я не стал снимать это на видео, потому что оно выглядело бы примерно точно так же, как и этот черный фон из интернета. Мы находились в пустоте. Мы были тут, но одновременно нигде. И второе. В точно такую же остановку облегчиться, как вы поняли, люблю это делать на улице, мы увидели северное сияние. За день до этого жена меня чуть не убедила отправиться с гидом на его поиск в Мурманске, заплатив за это деньги и потратив всю нашу короткую ночь. Невероятно мощное чувство увидеть эти, еле заметные для глаз волны зеленого ковра. Ах да, и если вы не увидели на фото мужика, то лучше не ищить его. Это слегка страшно. Конечно, мне еще запомнился момент и полюбились милые щеночки на заправке, которые к нам быстро привязались, мы их покормили подогретыми сосисками из магазина. Было мило. Спустя, кажется, сутки или больше езды мы оказались в Москве проездом, чтобы утром закинуть квадрик в Global Drive, подкрутить гаечки и сделать первое ТО. Приехали мы ночью, на сон было снова пару часов, и мы решили не снимать отель, а остаться в центре у моего брата. Но по итогу лучше бы мы сняли отель, было бы дешевле. У брата моя жена спала на подушке за 22 тысячи рублей, и после долгой мольбы и уговоров мне пришлось ей подарить такую же. Ну ладно, главное, что это сделает ее чуточку счастливее. Мы сделали вчерашний марш-просок, и за чуть меньше, чем полтора дня приехали из Териберги до Москвы 2100 с лишним километров. Утром достаем квадрик из кузова погрузчика, так проще, пьем кофе в потрясающей зоне отдыха Global Drive, я снова глазами сжираю эти красивые, элегантные кроссовые мотики, буквально облизываю моторные лодки. Кстати, путешествие на том и на другом может случиться, если вы хорошенько посмотрите это ролики, и ребятам понравятся цифры просмотров, а для этого посмотрите до конца, подпишитесь и обязательно поделись. Ну или лайкни, что ли, хотя бы. Грузим обслуженный квадрик и гоним напрямую к Эльбрусу. Я хочу спустить квадроцикл у Кисловодска и проехать под Жилысу, одной из самых живописных дорог, как мне кажется, не только в России, да и по миру она была бы в топе. Закупившись энергетиками, на удивление подобрал для себя свой энергетик, от которого не разрывает живот и как будто есть эффект, хотя я их раньше не воспринимал, мы погнали до Кисловодска. А в чем произошел сейчас юмор всей ситуации, это в том, что я купил его с собой много. Положили их в кузов и половина из банок, не знаю, прохудились, упали, лопнули, растряслись, и меня замучила жадность. Разумеется, я должен допить все, что осталось. То есть они все с разными вкусами и где-то полбанки осталось, где-то больше полбанки. То есть суммарно, я сейчас думаю, что где-то в мочу около литра энергетика. Я не дам ему пролиться. Снова приняли решение доехать за раз, останавливаясь подремать в машине на обочине. Я ехал до Победного. Теплые куртки мы сменили уже на Толстовке и сняли шапки. Остановились за 70 километров до Кисловодска. У нас было 2 часа, чтобы поспать в машине. Я ехать уже совсем напряг. Кажется, энергетики во мне собрались в один большой энергетик и пробуют замутить какое-то восстание. В очередной раз ставим будильник на 5. Пусть будет 40. Сохранить через 3 часа 22 минуты. Мы припарковались в облаке. Дождя не было, но кругом нас была вода. Летали большие крупинки капель воды. Я такого никогда не видел. Если выйти из машины, то моментально все промокало. Как будто ты кинул вещь в тазик с водой. На машине и квадроцикле моментально образовывались капли и лужицы. Находиться на улице дольше 10 секунд означало стать промокшим в ноль. Эльбрус красивый. Вау! Мы в восторге. Нам очень понравилось. Да ладно, шучу я, конечно. Давайте чуть поподробнее. Да, конечно, шутки шутками, но хорошего тут мало. За все это время гора так и не открылась, а я мечтал показать ее жене. Для меня было важно удивить ее. Мне нравится, когда она первый раз испытывает мощную эмоцию от нового места. Но она даже понятия не имела, куда смотреть и какой он высоты. Пришлось показывать ей Эльбрус на своем старом видео. Ну, хотя бы она зарядилась эмоциями от увиденной лисы, которую мы покормили из окна последними шоколадными печеньями. Оставив машину, мы поехали на квадрике в сторону Эльбруса. Было достаточно холодно. Мы оба были похожи на маленьких микробов, которые прыгают по ковру с гигантским ворсом. Ущелье и возвышенности в этих районах колоссальных размеров. Наклон дороги заставлял испытывать чувства, похожие на американские горки, когда в груди щекотное дыхание спирает. Резкие и опасные серпантины, оранжевая трава, бесконечные просторы и глубины. Рельеф с каждым километром становится суровее. Я постоянно высаживаю жену и отправляюсь прокатиться в стороны, туда, где нет дорог и есть только направление. Открываю для себя новые смотровые, радуясь тому, что один из немногих вижу горизонт именно с этих мест. В эту дорогу невозможно не влюбиться. Уверен, увидев ее однажды, уже не забудешь. И этот факт точно внесет в жизнь перемены. Я давно хотел приблизиться к Эльбрусу. Мне он нужен. Я должен поставить эту галочку и посмотреть на то, что он во мне изменит. В прошлый раз нам не позволила погода. Во льду было абсолютно все. А однажды у меня даже было оплачено восхождение, но пришлось отменить его в пользу организации своей выставки. Что же сейчас могло пойти не так? Я был настолько в себе уверен, что забыл про самую элементарную вещь. Сторона подъезда. Сторона, с которой заехали мы. С нее даже не открывается гора. Мы просто едем по красивой дороге и доезжаем до тупика с водопадами. Тут нет подъемников, толп туристов, кафе и снегоходов на высоту повыше. Грустные, холодные и очень голодные. Без какого-либо энтузиазма и красоты в глазах мы поехали обратно к машине. Нам ни в коем случае нельзя было попасть в темноту. Спустя пару часов мы заталкиваем квадрик, едем в город, снимаем отель, ужинаем в невероятно красивом и колоритном месте с кавказской музыкой, караоке, приезжими туристками, которых обхаживают местные жители под заказы песен «Господи, простите, Анны Асти» и бутылка из сладкого игристого. Хинкали и хачапури с бокалом полусладкого домашнего вина провалились в нас как не в себя. Я второй раз оказываюсь в Кисловодске и мне кое-что необходимо было проверить в себе. Правда ли в прошлый раз город так сильно мне понравился? Или мой мозг был в каком-то тумане? Оказывается, правда. Во второй раз я испытал те же самые эмоции, что испытал в первый раз, а по реакции даже голодной и уставшей жены я понял, что она испытала то же самое, что и я в оба раза. И мы даже дали себе обещание, что когда этот канал станет большим, либо когда мои картины будут сильно дороже продаваться, то мы обязательно приедем сюда на недельку с родителями. Возьмем в аренду какой-нибудь большой семейный минивэн, каждый день будем кататься у Эльбруса и каждый вечер будем купаться в источниках. Вот такая вот у нас есть микро-мечта. Отель спас наш день. 5 тысяч рублей, но как будто должен стоить всю пятнашку. Невероятно качественный номер, спа, бассейн, своя терраса в номере, завтрак, халатики и все с таким кавказским шиком. Лепнина на потолке в три уровня. Все, что можно покрасить, все покрашено золотым. Но без сарказма, просто кайф. Даже матрасы как дома. Ранний подъем, идеально классический утренний завтрак, выезд из города. Проезжаем через мойку, достаем квадрик, моем его и весь кузов внутри. Уж знатно мы его уделали. На выезде города на заправку, умоляю работника залить мод, не доставая его из машины. Два полных бака и вперед, в Дагестан, мимо Чечни. Ну, раз уж Чечня, то строю маршрут через Грозный. Опять же, уж очень хотел я жене показать этот город. В пути снимаю серьги. Просто решил, что так будет проще, чем останавливаться с каждым, у кого они вызывают вопросы и тратить время на объяснения. Сейчас будет редкое явление на моем канале. Мы скоро будем въезжать в Дагестан через Чечню. На самом деле, в моем мире я снимаю сережки для того, чтобы я спасаю таким образом местных жителей. Я их нервы оставляю в спокойствии. Делаю их вечер, когда я буду проходить мимо них, менее трепетным такой. Знаешь, ты делаю его добродушным. Они будут говорить, блин, пацану бы не пошли сережки. Как хорошо, что он без них. Ладно, на самом деле, я уважаю выбор чужих. Пусть он даже основан верой. И раз я вхожу в их мир, то нечего там дебоширить. Ну, тебе убьется только кто будет. Давайте сейчас по-модному вот так показывать сердечко. Это сердечко? В каком месте? А, любая вот такая вот штука получается, да? И знаешь, сколько таких я на теле могу сделать? Проехав очередные сотни километров, мы оказываемся в Грозном. Стараюсь быть максимально ответственным на дороге. Манера вождения отличается от любых других манер вождения. А я на фургоне, без идеального чувства габаритов, на механике и с нулевым обзором. А навигатор по пути к небоскребам привел нас на перекресток, который, ну, как бы вам попонятнее сказать, представь, если ты уперся в МКАД, а тебе нужно повернуть налево. Да, столько же полос и такой же трафик. Почти с закрытыми глазами пересекли дорогу, припарковались, я достал черную бейсболку, слегка приспустил ее на глаза, немножечко распушил бороду, опустил взгляд и слегка выдвинул вперед плечи. Но вслед за этим всем как бы немножечко вперед двинулась моя нижняя челюсть. Маскировка сработала. В этот раз мы чувствовали себя безопасно, в отличие от предыдущего заезда, когда у меня были только обтягивающие велошорты и спортивная одежда. Поднялись на закате на крышу, осмотрели центр города. Очень впечатляет. Дубай на минималках. Пошли в очередной ресторан, разумеется, пробовать местную еду и снова в путь до Дагестана, до практически дальней точки у нас на карте Дербент. Прекрасный отель с шестиметровыми потолками поразил нас своей ценой. Две тысячи! Это то, что нужно, чтобы поспать около четырех часов, помыться и заварить утром чай или кофе. На утро приехали к экраноплану. Тут все было перерыто, достали квадрик, нашли на нем подходящие канавы и по песку, и местами по морю проехали к достопримечательности. Сейчас там строят целый комплекс и облагораживают территорию. Вот-вот должны прийти толпы туристов и рабочих. Насладились огромностью этого сооружения, впитали глазами эту мощь. Я порассекал на квадроцикле по пляжу, отломил камеру 360, потерял и нашел GoPro, поскрывался от стаи псов, промок, катаясь по морю, но был счастлив, как ребенок. Впервые за эту поездку у меня получилось подурачиться и порезвиться на квадрике. Чувства похожие на те, когда тебя родители привели в парк аттракционов за хорошие оценки, поход в который ты давно выпрашивал. Следующая наша точка на карте это Самурский лес, но меня не волновал он весь. В нем мне был интересен только платан, которому 800 лет. Я любитель всего старого и увидеть его и потрогать для меня было крайней необходимостью. Путь к нему непростой. Мы очень близки к приграничной зоне, нас тормозили для проверок, а в сам парк въезд запрещен. Пешком идти крайне далеко, больше полудня в одну сторону. Да и страшновато это было делать по тем местам или остаться в ночь в поисках дороги. Ведь там она совсем неоднозначная. Этот вопрос с нас снял квадрик. Этот вопрос с нас снял квадрик. Быстро выгрузились в какой-то деревне и у какой-то тропы и растворились в лесу. Кстати, в этот лес лучше ходить с гидами, потому что без них он вам покажется просто лесом. А по факту там много всего интересного и вообще он один из самых больших заповедников с лианами, да еще с большими и редкими. Проехав по речкам, побесившись на безлюдном пляже с черным песком, пораспугивая коров и выбирая наугад направление езды, спустя несколько часов мы врываемся на условно закрытую территорию и оказываемся у дерева. К нам подошел смотритель, рассказал много интересных фактов и поделился информацией. Но ему около 800 лет. Да, это мы с вами прочитали. Это высота 32 метра по корню, 14 метров 67 сантиметров. Вот окруженность центрального ствола 5 метров 47 сантиметров. Идеальность этого дерева в том, что все плотаны растут одним стволом наверх, а этот плотан боковых стволов много. Вот сейчас этому дереву хочет давать статус самое большое дерево России. Он сказал, что не возьмет с нас денег, но нам нужно зайти к нему на чай. Это было классно. Еще немного максимально увлекательных историй под очень вкусный чай, и он мне разрешает взять пилу и отпилить кусок дерева на память. Так, так, спокойно. Кусок от упавшей ветки. Они все равно их сжигают. Поезжаем оттуда менее красивым, более грязным, но коротким путем и направляемся на машине к Дербенской крепости. Разумеется, снова покушать. Девочки такие девочки. Внизу она еще голодна не была, где куча магазинов и шурмы. А вверху, где единственный и самый дорогой ресторан, она испытала голод, который откладывать было нельзя ни на минуту, иначе потери сознания, развод, падение сахара, давление, испорченное настроение на неделю и остальные женские манипуляции. Крепость очень древняя. В некоторых источниках пишут, что ей 5000 лет. У меня масса вопросиков, например, а почему тогда пирамиды популярны, а она нет? Хотя ответ, наверное, в том, что пирамиды сохранились, а крепость почти полностью восстанавливали. Красивое место со своим духом и мощнейшей энергетикой. Обязательно стоит посетить, добраться легко, парковки рядом, сил и времени много не потребуют. Немного меняем наши будущие локации, исходя из времени и расстояний пути до них и наличие бюджетных отелей совсем рядом. Уже стемнело, и нам не хотелось ехать еще 8 часов и 300 километров по серпантинам или платить за скромный номер 15 тысяч рублей. Воспользовавшись советом моего брата, мы добавили совершенно новое место и поехали в поселок Гоор. Отель прямо на локации, доступная цена, и утром сразу несколько мест, которые можно посмотреть. Там находится язык тролля. Путь был по серпантинам, иногда по широким, иногда по узким, но практически всегда по неосвещенным. Асфет фар растворялся в бесконечной черноте, иногда вылавливая из нее то блики озера, то отвесную стену скалы. Размотала нас по пути, конечно, страшно. Сил отняла дорога, как за тысячу километров. Руки устали крутить руль. Начинала подташнивать, взгляд замылился, реакция падала. А концовка вообще добила нас, дорога стала грунтовой, наклон исключительно в небо, повороты только на 180 градусов. Машина то и дело прыгала по камням, буксовала, скатывалась вниз, а после каждого резкого поворота у нас за спиной было абсолютно ничего. Наклон был такой, что квадрик практически выбил заднюю дверь и фаркопом застрял в ней. Ладошки потели, связи не было, у меня уже начали пролетать мысли о том, что я не один, я не могу так рисковать женой, это уже не путешествие, навигатор 100% ошибся. И как вообще теперь это расстояние съехать вниз. И вы не поверите, в самый неподходящий момент, после самого крутого поворота, находясь на самом крутом склоне, застряв на камнях, когда я справа наблюдаю обрыв, тачка беспричинно глохнет. А на приборке появляется новый символ двигателя. Мы раскорячились на этой узкой дороге, я не доверял ни машине, ни тормозам, я попросил жену выйти из тачки под предлогом, чтобы она со стороны посмотрела дорогу. Завожу, а она не заводится. Комбинации рук, ног, я пытаюсь принять решение, как мне лучше тронуться, бросить сцепу, плавно отпустить сцепу, плавненько отпуская ручник. Что же будет лучше, ведь попытка кажется одна. Спустя несколько минут настроя на победу, я вылетел из этого тупика, тут же зазвонил телефон, это позвонили из отеля, были классные новости, они прибодрили нас тем, что мы оказывается едем правильно. Осталось совсем немножечко, но дальше дороги нет совсем, ее нужно угадать, нужно ехать просто на огне отеля. Уже сейчас меня пугал путь назад, как спуститься так, чтобы тачка не поехала юзом, и как сделать так, чтобы квадрик не влетел к нам в стенку и не впечатал нас в мотор. Нас встретила невероятно добрая и радушная местная жительница, которая вместе с мужем держит этот отель. Номер чистый и свежий, в нем в опирающем балконе, который остеклен с пола до потолка, прямо на краю стоят два подвесных кресла. Именно в этом отеле я подумал, а куда дальше ехать? А зачем? А может быть, все? Может, этого вполне достаточно, и пора бы остановиться? Нет, я помню Сулакский каньон и свою цель – показать его жене. Стандартные процедуры – душ, зарядка техники, переброс файлов на ноутбук, обсудить этот день, спланировать следующий день, обняться и лечь спать. Раньше первых лучей мы уже вышли из отеля, и нам нужно было пройти 300 метров мимо древнего поселения и подойти к языку тролля. Пока мы шли, горы из серых стали оранжевыми, а потом ярко-розовыми. И вот тут я все понял. Я увидел вид, который, ну, никак не укладывался в моей голове. Как-то, ну, уж очень далеко, очень высоко и очень красиво, что ли. Я испугался подходить к краю. Ветер был сумасшедший и очень сильными порывами. Редкий случай, когда я не был уверен в своих силах. Ну, а затем само древнее поселение. Опустим эти бла-бла-бла и бла-бла-бла. Вот, немножечко сами посмотрите на него и идем дальше. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Жена на завтрак, а я достаю квадрик и еду поноситься по этим склонам, заодно проверю дорогу, по которой нам возвращаться. И тут меня полностью забирают эмоции, которые я точно испытывал впервые в своей жизни. А знаете ли, когда тебе за 30, это невероятно дорогого стоит. Я ощутил себя ребенком, который сначала несколько лет играл в GTA Vice City в компьютерном клубе, а затем ему родители купили свой комп и вышла GTA San Andreas. Да, я про свободу действий и езду в любую сторону. Руки по привычке лезут в навигатор и строят маншрут, но этого не нужно. Можно поехать абсолютно в любую сторону и выбраться из любой точки. Разумеется, главное не улететь в ущелье или обрыв, но об этом чуть позднее. Я мог поехать прямо или налево, а там чуть правее, медленнее или быстрее, к дереву или вон к тому камню, а может взять еще на пару ярусов выше. Эта свобода даже немного пугала. Я не понимал, как ее впитать и как ей насладиться, но я понимал, что после этого путешествия, понятие отдыха, да и самих путешествий, возможно, придется пересматривать. Это невероятная свобода. Ты куда видишь, он туда и взбирается. У него нет преград. Это как это, как это. Я пока не понимаю. Я могу ехать, куда хочу, вот здесь, посмотрите. Я, если захочу, могу забраться вон туда, спуститься оттуда. Я могу поехать туда, чтобы попить чай из термоса. Я могу поехать туда, устроить пикник. Я могу поехать туда, увидеть закат. Это безграничная свобода. Я не знаю, какую сторону выбрать. Я не знаю, куда отправиться. Налево, направо, вниз, вверх. Мы совсем забыли про то, что есть свобода. Кидаю квадрик в тачку, едем в село Хунзах смотреть Тобыцкий водопад. Путь не близкий, но есть короткая дорога, которая как будто была создана под квадрик. Гравийка с серьезным сокращением километров. Опять выгружаем квадрик и едем, пожалуй, по второй по красоте дороги за это путешествие. Спасибо квадрику, что помог нам открыть ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там наверху, после перевалов, нам открылся практически город, полноценный, с домами и улицами. Я этого не ожидал. Находиться на квадрике на общих дорогах было не очень правильно и комфортно. Увиденное вызвало в нас восторг. Вода не долетала до земли, растворялась в воздухе на мелкие брызги и превращалась в облако. На подъезде, прямо на обрыве, стояли домики. У некоторых балконы свисали прямо над пропастью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заправили мод, теперь нужно заправить и себя. Заехали в одно очень интересное кафе, которое поразило меня. Его как будто бы открыли не в том месте. Во всяком случае, окажись оно в Москве или Петербурге, то оно бы разнесло серф-кофе, а хипстеры и тусери с флакона перепокупали бы билетики на место в очереди. Сразу как мы переступили порог, у меня в голове заиграла одна песня. Горячие пареньки, пареньки, надели яркие парики, парики. И вместо маккосин мириады цветных лосин. Золото, краски, бороды Едем к следующему месту. Выбор был между горой Маяк и Салтинским водопадом. Победил водопад, так как про гору нам было мало известно, но одно мы знали точно. Ей нужен целый день. А подземный водопад выглядел вполне себе потрясающе. Хороший, уверенный, средней потрясающести водопад. Как и, наверное, любой другой роскошный, огромный подземный водопад. На входе, который платный, тебе еще предлагают сапоги, надев их, нужно заплатить деньги. Сразу об этом не говорят. Спойлеры, можно обойтись и без них. Можно пройти сбоку, не касаясь воды. Но я же в сапогах. Зря отдали 40 рублей за сапоги. Что? 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 вечером опять отель опять ресторан жена аргументирует это тем что траты на отель обязательно ведь это отпуск не знаю с чего она это взяла ведь я ехал на работу а едим и всего лишь один раз в день поэтому это не так дорого остановились мы так чтобы утром не так далеко ехать до сулакского каньона это были маленькие домики с балконами прямо на берегу ирганайского водохранилища зрелище было топ я даже сделал там несколько эпичных фотографий мне пришла в голову идея объехать сулакский каньон по кругу ну или хотя бы столько сколько получится по тропам и грунтовым дорогам я еду к своим определенным точкам которые знаю и не хочу их менять кстати в описании отмечены все места где мы были или хотели побывать и их координаты да я это увидел я увидел восторг жены эти неподдельные эмоции ее восторг был в каньоне мой восторг в ней все получилось человек стал чуточку счастливее я еду к обязательной локации которая находится не так далеко это тоже смотровая как и каждый метр тут смотровая смотровую смотровой погоняет эти места пугают своей красотой есть ощущение что если оказаться в открытом космосе перед черной дырой то чувства будут плюс-минус такие же катаюсь останавливаюсь бегаю фотографирую набираю воды прыгаю строю новые маршруты еду в случайное направление все здорово пока я не уронил квадроцикл в сулакский каньон а теперь тот самый тотально фатальный момент улет квадрика в сулакский каньон пожалуй постараюсь построить этот рассказ опираясь на самые интересные комменты под роликом с аварией для начала ребят это не постанова постанова выглядят совершенно по-другому их совершенно другими путями пиарит и от них совершенно другой результат ну это просто надо принять да такое может случиться можете порадоваться это факт я не справился с управлением а точнее квадрик меня взбрыкнул после того как я крикнул машка смотри я горцую она даже успела достать телефон и заснять маленький кусочек я выпал с квадрика на спину а он покатился от меня вперед по пологой плоскости каньона сам же каньон уходил ну допустим вот сюда вниз квадрик находился метрах 100 от меня я попытался за ним бежать но это было абсолютно бесполезно я рассчитывал на то что обычно когда у него бросаешь газ он начинает замедляться двигателем ну как и любая машина на передаче но при падении я скорее всего выбил у него ручка он переключился в нейтралку потому что он катился не сбавляя скорости и мог так катиться сколько угодно ну ладно даже в этой ситуации я за него не сильно переживал потому что он катился по плоскости я слегка быстро перемещался в его сторону и он все еще едет по верху рядом с края обрыва казалось бы метров в пяти в шести от него траектория у него прямая как тут он либо наезжает на какую-то кочку либо на какой-то куст на какое-то дерево у него траектория резко меняется в сторону каньона и он просто камнем летит вниз на моих глазах квадрик летит в пропасть делает восемь переворотов падает с морды на хвост подлетает переворачивается в воздухе сшибает на своем пути деревья выкорчевывает их и в один момент просто об следующие дерево он останавливается сулакский каньон квадрик 10 а и вот еще хотел сказать мой непрошенный совет людям чьи пердачки разнесла в хлам моя ситуация пожалуйста не полагайтесь на свою интуицию и если вам в жизни потребуется принять решение основаны на ваших догадках примите обратное вот оно и будет верным запомните ваши догадки приведут вас не туда зрители с комментариями почему ты не включил камеру во время падения и да ладно там повреждение всего на 15 тысяч примерно то же самое мы все понимаем что у вас нет имен и аватарок но это же ты ну это ты я прекрасно знаю что ты это ты ты ребенок своих родителей которого они воспитывали явно не для такого если у тебя есть какие-то проблемы с недоверием то не нужно тут показывать свои детские травмы а также нам незачем знать что именно ты поступил бы именно так как пишешь про меня первое что я испытал это чувство что я маленький ребенок меня родители с опасением отпускают гулять во двор и мама кричит вслед сынок только не катайся на квадроцикле по краю гигантского каньона а ей в ответ мам не переживай я же не дурак планета огромная зачем я полезу к огромной дыре в земле он спустил с метров на 50 от верхней точки каньона по пути выкорчевывая деревья зависнув на одном из них да именно по этой причине почти 400 килограммовый квадрик было трудно перевернуть из отрицательного угла на резком спуске мимо проезжали единственные туристы которых мы тут видели за два дня эта семья пришла к нам на помощь подумав о физике мы опустили квадрик и уже сильно легче вчетвером поставили его на колеса ну а дальше при помощи лебедки тащили его от дерева к дереву нет на него нельзя было сесть и поехать наклон был настолько резким хоть этого и не видно на видео но квадроцикл переворачивался назад стоя на всех четырех колесах да и у него деревьями пробили тормоза и держаться он мог только на лебедке мне не хотелось понять что он не едет или переворачиваться сидя на нем чтобы он забрал меня еще на пару сотен метров ниже на дно каньона его можно было тащить только лебедкой пристегивая его к следующему и к следующему деревьям под раздачу попала абсолютно каждая деталь квадроцикла вмятина на металле поломан весь пластик свет оторвана вся электрика на руле пробита тормоза выглядел он конечно уныло уныло но он работал и ехал по договору подписанному перед поездкой я должен был возместить все расходы если с квадроциклом что-то случается и всю зиму я прожил именно с этой мыслью думая как же мне быть починить его и оставить себе или продать таким как есть выплатив за него полную стоимость ребятам смотря на него я понимал что ремонта там не на 15 тысяч 15 тысяч это знаете ли на старой иномарке брызговиками бордюр задеть комментатором я советую каршеринг сдать царапиной или попробовать машину из аренда сдать после притирки бампером и рассказать какие-то мелочи а лишь потом давать советы про квадроцикл из тотала как будто с каким-то облегчением что не нужно ехать этот бесконечный трудный круг по каньону мы загрузили квадроцикл в кузов машины сложили рядом все оторванные куски и поехали в отель что находился недалеко от предыдущего также на ирганая продолжать раздувать бюджет поездки и продумывать следующий день в достаточно простеньком но не самом бюджетном номере но с очень красивым видовым балконом мы приняли решение что нужно поехать хотя бы перед дорогой домой как-то красиво и вкусно приготовить еду и покушать но учитывая что у квадрика нет тормозов забраться в самые красивые видовые места было бы очень опасно жена расплакалась прыгнула с квадрика и не отпускала меня проехать вперед по обрывистым дорогам а еще не представляете каково было мое удивление что в дагестане нету мяса мы зашли в три супермаркета мясо нет только мороженая рыба и слабоватые кусочки полуфабрикатных кур в магазинах нас все ссылали на рынок который работает только по выходным или идти к местному жителю если он еще на месте то может что-то продать разумеется он уже не на месте и только в каком-то магазине который по совместительству кажется парикмахерской и уже был закрыт мы узнали что продавец живет рядом попросив его продать нам мясо нам дали замороженный кусок говяжьего стейка мы поехали почти на ту же самую точку каньона ведь она красивая и мы ее знаем из погоды особенно повезло на квадрике деревом пробило тормоза поэтому я не хотел ехать по незнакомым дорогам забрались наверх по логову холма подошли к самому краю что моя боящаяся высоты сердечек стала замирать достали всякие туристические штуки для еды и комфорта и начали параллельно жарить мясо и ставить палатку машка не любитель палаточного образа отдыха но я бы хотел ей показать лучшую версию того как это может быть тут не нужны слова советую посмотреть отдельный а я сам и ролик про этот день а вот вам нарезка парочки лучших кадров из того что у нас получилось а Продолжение следует... Вкусно перекусив и даже сделав несколько заметок для своей будущей книги, насмотревших завораживающих видов перед отъездом, нафотографируя их взглядом в свою голову, мы поехали грузить квадроцикл в дальнюю дорогу. Мы были измотаны, но счастливы. За день мы должны были проехать почти 2000 километров и отдать арендованный фургон, сначала выгрузив из него слегка печаленный квадроцикл. Я боялся смотреть в глаза ребятам, было чуточку стыдно. Они удивились и одновременно смеялись, когда увидели этого боевого коня, после самого, что ни на есть, боевого крещения. Несколько месяцев я ждал от них вердикт и готовился к худшему, но в конце зимы я узнал новости, которые очень обрадовали и освободили меня, что ко мне никаких претензий и я не должен ремонтировать квадрик или выкупать его в таком виде. Ну что, ждем путешествия на кроссовом мотике на пару тысяч километров на море, минуя автомобильные дороги и шоссе. Напиши об этом в комментарии, чтобы было больше шансов на осуществление этого действительно безумного трипа. Эй, спасибо тебе огромное за просмотр этого ролика. Отдельное спасибо, если ты досмотрел до этого места. И два отдельных спасибо, если ты досмотрел до этого места без перемотки. Для меня это круче любого подарка на день рождения, или на Новый год, или даже вместе взятые. Подпишись на мой канал, чтобы быть в курсе и не пропускать мои новые, наверняка не менее эпичные поездки. Уже через три недели я отправляюсь на электровелосипеде через всю нашу страну. Из Сочи во Владивосток. 12 тысяч километров. Отличной тебе жизни и будь здоров!